Хочу поговорить на простую такую тему, на первый взгляд кажется. Как мы можем повлиять на состояние и длительность нашей жизни, на качество нашей жизни и состояние нашей жизни. Очень простые точки оказывается есть на нашем теле. Они находятся на различных меридианах. Вот я хочу показать вам одну такую точку, которая называется такими изысканными словами, но она находится на меридиане желудка. Показания, при которых эта точка используется. Точка здоровья и долголетия, она вообще так называется. Рекомендуется использовать ее в начале терапии любого состояния. Атеросклероз, сахарный диабет, болезни глаз, головные боли, истощение, любые вздутия и боли в животе, нарушение пищеварения, повышение температуры, точка очищения организма, заболевания желудочного пузыря, ревматизм. И это только немалый перечень тех заболеваний, при которых эта точка может использоваться. Я хочу обратить внимание, что знания в области акупунктуры сейчас как бы очень доступны для тех людей, которые желают эти знания взять для того, чтобы сделать более полноценной и качественной свою жизнь. Но вот если говорить о массаже, то потому что акупунктура, она подразумевает иглоукалывание в точке, которые находятся на тех или иных каналах или в неканальной точке. А массаж – это общее такое название влияния на организм, так скажем, руками. Вот массаж. Ну, руками или там другими частями тела, или даже какими-то предметами, специальными приспособлениями, начиная там от палок и всяких таких приспособлений с иголочками там и с выпуклостями различными. То есть различные инструменты придумали уже сейчас для того, чтобы делать массаж. Но лучше всего попасть на массаж к тому человеку, который владеет этими методиками, различными методиками восстановления здоровья. И специалист, который использует, например, массажетерапию, он использует в своей практике точки и каналы, которые имеются на теле. И при надавливании, то есть это уже будет акупрессура, а не акупунктура, где игла ставится в точку, а идет надавливание то ли пальцами, то ли ногтями в те точки, которые находятся на канале. И просто идет массаж по ходу этих каналов или против. То есть специалист в акупунктуре, он понимает, где нужно снять блок, где нужно блок, значит, этот поставить даже, когда-то нужно, чтобы энергия пошла в тот канал, туда, куда нужно. Потому что между обычными 12 каналами и первыми задними, срединными каналами существует еще 8, которые соединяют. И есть точки пересечения. Одну из них вы видите здесь, вот на этом рисунке. Значит, здесь точка Сань-Инь-Дзяо. Эта точка используется при бесплодии, ипотенции, ожирении, переутомлении, сахарном диабете, неврастении, особенно эффективной для болезни мочеполовой сферы и обмена веществ, обморок, предупреждение выкидышей, обрабатывать перед зачатием эту точку нужным. Эта же имеется точка, как бы у нее название, что она является точкой красоты. Легко определяется вверху картинка, вот в правом углу, как ее обнаружить. То есть просто используем ладонь, вот и можем эту ладонь поставить вот таким образом, как на картинке, и мы увидим, где она находится, эта точка. И ее очень легко найти. Массажировать ее можем даже сами. Вот, но я вообще говорю о массаже специалиста. Вот, если вы идете к профессиональному специалисту, вот, то, конечно, вы получите профессиональный массаж, который под этим словом кроется очень многое. Не только просто физическое, там, помял, или там, пожмяцкал, покамацкал, вот, надавил. Кто-то говорит, я очень-очень хочу, чтобы меня так по-жмяцкали, по-комацкали. Да, хорошо, так это просто не массажа, вот это и есть жмяцкание и комяцкание. Вот, а если серьезно подойти к решению проблем в организме, то нужно обязательно прийти к специалисту, который владеет методиками, который понимает, какую часть тела нужно в первую очередь брать для того, чтобы достигнуть той или иной цели, вот, и восстанавливать ту или иную функцию или орган в организме. Поэтому подходить нужно очень серьезно с выбором специалиста. Вот, значит, об этой точке можно говорить очень много, но самое главное, что попасть, значит, в руки специалиста нужно. Значит, на теле очень много точек. Если на вскидку те, которые преподают, так их более 600, которые преподают сейчас в колледжах, но на самом деле их тысячи, и дипломированный, то есть специалист, и тот, который всю жизнь занимается этими методиками, он их знает. Вот одна важнейшая точка, которая называется точка номер один на канале почек. Это Юнь Цюань. Показание – важнейшая точка для укрепления иммунитета и повышения защитных сил организма. Точка – снижение повышенного артериального давления. При массажах я эту точку использую в самом начале массажа. Точка входа энергии и связи с землей. Без этой точки я никогда никому не рекомендую начинать массаж. Это мое видение, никому не навязываю его. Это мое понимание. Это мой опыт многолетний, который позволяет мне делать вот такие заключения, что рекомендую и сам применяю вот это в своей практике. Эту точку очень легко находить. Но она, если ставить иглу, сразу предупреждаю, что если ставить иглу, она очень болезненна. Но это боль такая, что, ну, как бы секундная боль, потому что ты чуть-чуть ее, ну, вытерпел, так скажем, смирился. Вот, но, конечно, бывают курьезные случаи, когда человек лежит не в такой позе, которая вот здесь обозначена, он лежит на животе, так скажем, лицом вниз, и ставишь ему иглу в эту точку, он может сократить свои мышцы, так скажем, и пяткой может, как бы, немножко...